Я думаю, что те, кто 20-19 лет назад ходил в ДК «Моряков» на концерты группы «Комитет охраны тепла», запомнил его именно таким. Да, это так, да, это правда. Олди Белоусов сегодня в студии у нас. И Александр Верешко, отцы и основатели группы «Комитет охраны тепла», друзья, мы очень рады видеть вас. Отец. Как видим, в полном здравии. Сережа, ты сейчас куда смотрел? Я, собственно, телевизор смотрел. Забудь о телевизорах, смотрят на тебя зрители, а я, позволь, задам тебе первый вопрос. Очень много слухов о «Комитете охраны тепла» ходило всегда, но самая лучшая возможность их развеять, это спросить у первоисточника, прежде всего, у тебя самого уважаемый Сергей Белоусов. Где вы были все это время? Сергей Юрьевич. Я где был, ну ты, подожди, стой, зачем ты такое спрашиваешь? Я помню, я не помню, где я был. Это самое, я не помню, где я был. А правду говорят, хорошо, тогда я буду спрашивать, а правду говорят, что у тебя трое детей? Вот про детей-то правда. Ну я там не был. Ладно, был-был. Хорошо, дальше чего. А что за дети? Как семья? Сначала ты такой спрашиваешь. Ты стал семейным человеком в семье? Да, семейный человек, простой обычный парень, все, передающий с Сашкой комитетом. В раздеправление Александру? Да, и занимаюсь семейной жизнью, куплю комбан все. Где ты живешь сейчас? Я живу сейчас вот здесь, вот сейчас. А кроме Калининграда? Кроме Калининграда в Ленинграде живу, потом живу где выгонят куда-нибудь. Куда отправят? Ну да, куда отправят. А ты приехал в Калининград, сегодня у вас концерт. Чья инициатива была собраться вместе? Инициатива? Это у Господа Бога нашего Иисуса Христа. Вот так. А Джан не помогал? А так это оно все в одном флаконе. Александр, а твоя версия, чья инициатива была собраться сегодня вместе на вагонке? Не, ну он все правильно говорит. Что как бы собрались на день рождения Бога Марли, а сейчас... То есть как бы в те времена, еще 6 февраля и 11 мая, мы все время как бы давали концерт, если ты помнишь. Вырел, что и вырел. Так что как бы вот так вот. Ну и Сереженька приехал. Круто. А это Марусечка. И мы подумали, дай-ка мы поиграем просто. И вот и все. Дай-ка мы поиграем. Мы это, кто мы? Вот кроме Сергея, кроме Александра, ребята. Там очень много музыкантов. Человек 20, наверное. Он не знает, наверное, ничего. Там много там музыкантов, они будут потом играть сами. Это будет, это секретная миссия. Поэтому там без маски-шоу не обойдется. Там придется все равно расплачиваться. Все это будет на вагонке. Да. Ну, не, маски-шоу-то я надеюсь не будет. Кстати, концерт, который состоится сегодня, что это будет? Трибьют или это будет концерт именно Комитета охраны тепла? А что такое трибьют? Трибьют-то, когда поют песню Бууу Марли. Да ну-то что. Я хрен его узнаю, что будет. Там, что будет, то и будет. У меня все записано, но я... Вот прочитай, пожалуйста, все, что у тебя записано. Ага. Блядь, это не то. Это чек о продаже. Сергей, вот Сергей Юрьевич, ваша склонность все записывать на бумажечке, хранить, сберегать. Она, я так понимаю, сохранилась на протяжении всех этих 20 лет. А вот эти фотографии, которые сейчас здесь на столе лежат. Которые-то мне вчера прислал друг, он путешественник. Откуда они взялись? Зачем они здесь? Это еще дочеловеческие жуки, которые раньше жили. Вот. Они красивые просто. Вот смотри, это на людей, вот на моего барабанчика, допустим, на шапку эту. Или на этих жуков, или на этих музыкантов. И что из них тебе, Светлана, больше понравится? Какие вот... Смотри, такие ящички есть просто, существа. Такое ощущение, что тест какой-то мы проходим сейчас. Это они 10 лет до человечества еще были. Мне больше всего нравится вот этот яркий. Ну, бери. Спасибо, Адилья. А пусть Виталий выберет. Нет, здесь не написано ничего, кроме того, что это... Да бери, я все равно в том заберу. Берите любую. Это дорого стоит, там это миллиарды стоит. Спасибо, Сереж, спасибо за... Это больше, чем человеческая жизнь стоит. Сереж, спасибо за подарок. А скажи, пожалуйста, вот кроме вот этих фотографий, остались ли какие-то старые записи комитета охраны тепла? Конечно же, Светлана, да, Светлана. Вот это гораздо больше, наверное, интересовало. Да, конечно, Светлана, остались. Естественно, остались. В магазинах лежат, наверное, где-нибудь. Есть ли они, Александр? Записи? Да. Записи есть, да. У нас появился какой-то человек такой в Тольятти, хороший, который собрал все концертные записи, вообще все. И что-то там выпустил, какой-то там диск, там, мультимедийный, или еще что-то такое, и как бы прислал, и как бы все вообще концерты, какие нужны и не нужны даже. Вообще, готовясь к интервью, обратила внимание, что в интернете есть и официальный сайт группы комитета охраны тепла, есть и неофициальный. Несколько месяцев назад московские журналисты, находясь в Калининграде, собирали какую-то информацию в Комитете охраны тепла. Много ли поклонников у вас осталось, как вы думаете? До вчерашнего дня не было вообще ни одного, а потом раз штук сто, наверное, только звонков, только пошли звонки, звонки, звонки там. То есть, сегодня увидим, я не знаю, сколько их. У меня такое ощущение, что вообще никто не помнил, а тот раз там, вот с такого возраста, и все знают главы. Сейчас вот женщину везли, она говорит, ой, у меня маленькие дети, они все знают. Комитет охраны тепла? Все помни до сих пор? Сережа, а ты сам-то помнишь, как это было в 20 лет назад? Ну, я припоминаю. Ты будешь как-то праздновать вообще день основания? Да, я что-то, Клана, зачем ты так разговариваешь? А как надо? Ты будешь понимать, я уже празднуют. Праздновать в ресторан, в ресторан поведут. В 20-летие? Да, всем в ресторан. А вы помните точный день, когда создалась группа комитета охраны тепла в 86-м году? Причем она, как назвалась? Положила, смотри, не взялась. Нет, я положила просто свободный член. Свободный член, в смысле? Это когда панк играли, да еще мощный. А потом перешли на моря. Мэгри Мэнсон. А потом, да, перешли на более нежный, чтобы не смущать великолепие существ. Чтобы не перешли на более нежный, да. Хорошо себя вел. Чтобы, да, что бы, Саша. Будут ли сегодня исполняться песни той поры, того времени? Маня, да. 86-87 года. Ну, Светлана, вот если ты попросишь, в принципе... Я попрошу розовый балет, я очень попрошу. Хуй, легко я для тебя сделаю. Спасибо.